здравствуйте вас приветствует врач диетолог понасюк оксана юрьевна и сегодня мы поговорим об одном из любимых блюд в качестве первого блюда на нашем столе это суп и здесь я сразу отмечу что с точки зрения диетологии суп не является диетическим продуктом на самом деле все ингредиенты которые мы включаем в приготовление супов мы можем кушать в твердом виде и получим еще больше полезных веществ нежели из них в виде супа суп добавляет лишь количество жидкости в наш прием пищи и то что обязательным является в обеденное время суп в качестве первого блюда это конечно же миф да очень часто это сугубо привычка многих людей и это опять же и не есть плохо для нашего организма если ваш организм хорошо переносит данный вид продукции но здесь главным является качественность приготовления супа а также те продукты которые вы вложили при приготовлении потому что на самом деле суп это овощи но не только морковь лук и картофель важно на каком бульоне вы приготовили свой суп потому что допустим куриный бульон или говяжий или рыбный бульон это конечно же диетический бульон и достаточно полезный бульон а если вы туда еще добавили ли вида 45 овощей а также куриную грудку либо рыбное филе ну конечно пользы в нем достаточно много но тогда этот вид продукции может быть полноценным обедом не добавляя второе блюдо но если этот суп приготовлен на тяжелом бульоне на достаточно жирном бульоне а также овощи пассерованы на растительном масле а еще иногда зажарены золотистой корочки то конечно же калорийность данного продукта возрастает в разы и клетчатки и белков настоящих и полезных жиров мы из него не получим поэтому тем самым только навредим увеличим колораж и отложим немножко жирного в нашу подкожно-жировую клетчатку но на самом деле во время диет я иногда пациентам могу назначать супы даже супы пюре и все зависит от сезона если это летнее время то конечно же в жару легче переносится продукты в виде супов особенно если это истинный свекольный суп или окрошка он достаточно хорошо насыщает является мало калорийным и легко усваивается нашим желудочно кишечным трактом но если суп недостаточно сбалансировано по белкам жирам и углеводам то он не даст нам долгого насыщения между приемами пищи и уже через час-два вы опять захотите есть но суп очень хорошо влияет на наш пищеварительный тракт после операционный период когда в организм должна поступать щадящая и легкая пища также данный вид продукции можно готовить для пациентов у которых имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и когда им нужно гипокалорийное но частое дробное питание в течение дня тогда один-два раза в день суп может присутствовать даже если он не полностью приготовлен правильно но одно условие он не должен быть жирным я надеюсь что развеяла мифы о пользе и обязательном приеме супов на ежедневной основе в любое время года конечно же если это ваша привычка и вы любите и готовите правильно и стараетесь максимально делать разнообразным сбалансированным свой прием то конечно можно дополнять свой рацион данным видом продукции спасибо за внимание